Вот моя кухня. 5,5 квадратных метров. И здесь одна плита. Вот она она. По документам у нас уже с начала года выставляют оплату за две газовых плиты. И люди вынуждены платить за две плиты. Ольга Аркадьевна старшая по дому номер 27 в Барвихе. Уже два месяца ее жильцам приходят счета за обслуживание двух газовых плит. А есть квартиры, дома, у которых три плиты. И у меня даже в доме одна женщина в первом подъезде пять плит. Благо состояние народа растет на глазах у изумленной публики или произошла досадная ошибка. Расставить точки над «ы» старшие по домам попросили окружного депутата Ирину Грабарчук, которая, кстати, даже не избиралась от Барвихе, но она председатель ТСЖ и знает, о чем идет речь. Встречу депутат организовала в местном КДЦ. Собралось около 60 человек. Были и представители коммунальщиков и местных властей. И ассоциации председателей Советов домов. Проблему с удвоением расходов все признали. Углубляться в причины или, например, рассказывать, что делается, чтобы такого не повторилось, никто не стал. Но жильцы и не настаивали, как только услышали желанное слово – перерасчет. По большинству адресов уже скорректированы платежи. Соответственно, все, что вы переплатили, оно будет учтено в течение года. Ну и, соответственно, оставшиеся платежи в течение года у вас будут уменьшены на данную переплату. Еще один лишний, по мнению жильцов, платеж – за обслуживание газового оборудования в прошлом году. В 2024-м в Подмосковье монополистом в этой сфере стал Мособлгаз. Без работы осталось около полутысячи мелких компаний. Одна из них и обслуживала Барвиху. И теперь, в счетах, жильцы увидели оплату за ее работу в прошлом году. На вопрос «как так?» представитель ЕРЦ объясняет – счет выставлен на основании ваших же подписей. В январе была выверка до последнего, скажем так, для того, чтобы начисления были произведены только лишь при наличии акта, где стоит ваша подпись о принятии этих работ. То есть факт оказания этой услуги вы подтвердили сами. И услуга была, и подпись. Но и авансовый платеж заранее за нее тоже уже был сделан. Документы имеются. Получается, за одно и то же деньги хотят взять дважды, считают жильцы. Никакого постфактума не было. Мы никому ничего не должны. И так по всему поселку. Это просто примеры. Естественно, не все люди хранят документы свои там так долго. Вот что такое председатель. Вот так у всех, по всему поселку. В ситуации надо разбираться дальше. Окружной депутат Ирина Грабарчук организовала эту встречу за два дня. И все-таки результатом осталось недовольно. К сожалению, не совсем довольна итогом проведенной встречи, потому что не учла, что необходимо было пригласить еще одну организацию, которая оказывала услугу по обслуживанию газового оборудования в 2023 году. Есть очень много вопросов к ней конкретно по переходящему обслуживанию. И получить ответы на это нам не получилось. А вот Ольга Могучина, наоборот, рада, как все сложилось. Жалоба народному избраннику оказалась самой действенной. Так и должен работать депутат. Очень довольна, рада, что она прошла, что нас собрали, потому что мы смогли озвучить вопросы на уровне руководителя организации. Мособлгаз и Мособлгейрц. Прекратится ли спонтанное раздвоение газовых плит, и все-таки авансом или постфактум оплачивается обслуживание газового оборудования, ответы жители Барвихи увидят в коммунальных счетах в ближайшее время. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.